Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю вас за внимание к моему скромному мастер-классу «Интегративный подход в общем и дополнительном образовании школьников». Должна сказать, что эта серия мастер-классов, их всего три. Первый прошел неделю назад, он назывался «Междисциплинарный подход в образовании». И, соответственно, на нем я вкратце рассмотрела и интегративный подход, чему посвящено сегодняшнее занятие, и через две недели будет еще и конвергентный подход. Просто у меня для того, чтобы понять, как мы с вами выстроим нашу встречу, вопрос. Если кто-то был на предыдущем мастер-классе, который был неделю назад по междисциплинарному подходу, поднимите, пожалуйста, руку или скажите в микрофон, что вы были. И тогда я несколько сокращу вот ту часть первую, так сказать, методологическую, и мы с вами перейдем больше как бы к практике. Итак, если… Я просто не запомнила, кто у меня был в прошлый раз. Если те… Можете в чат написать. Да, были, нет, не были. Ну, как-то вот обратную связь дайте мне, пожалуйста. Вот я знаю, что Вячеслав Николаевич точно не был, но он у меня на занятиях был. Поэтому ему что-то будет знакомо. Так. Ага, хорошо. Значит, раза обратного связи не пошло. Будем считать, что для вас это вот вы пришли, и тогда мы пойдем по порядку. Ну, дело в том, что, как всегда, все начинается с ВГОС у нас, да, и когда у нас был принят вот этот, значит, ВГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт в 2009 году были первые утверждены, то там была провозглашена смена образовательной парадигмы. То, что как бы основная задача школы не только дать глубокие прочные знания, да, но и в соответствии с деятельностным, системно-деятельностным подходом, это еще и развитие личности учащегося. И дело в том, что вот, ну, как бы такие традиционные наши технологии школьные не всегда этому способствуют. Ну, они ставят потому, что разные технологии, разные цели ставят. А вот для того, чтобы личность развивать, вот необходим все-таки междисциплинарный подход в образовании, и междисциплинарность – это вообще такое модное слово тренд, да, современного и этапа научного познания, и образования в целом, в том числе и образования в школе. Дело в том, что на протяжении развития науки и техники, на протяжении развития всего человечества происходит смена двух процессов. Это интеграции и дифференциации. То есть интеграция – это процесс, который предполагает некое суммирование, да, объединение разрозненного в целое. Сам по себе, если мы обратимся к истории, так сказать, развития науки, да, то все начиналось с того, что мир познавался единым, и не было отдельных каких-то предметов, таких как физика, химия, биология, математика. Была натурфилософия. И ее цель была познать мир единым и неразделимым. Но потом у нас прошел процесс развития, да, стали появляться все новые и новые, отделяться научные дисциплины. Первая от натурфилософия отделилась физика, вот, потом другие, естественно, науки. И пошел процесс дифференциации, и он продолжался достаточно долго. В конце концов, где-то примерно к началу 21 века знаний разных дисциплин накопилось столько, да, что стали на стыке возникать науки, которые, там, биоинформатика, например, там, биохимия, биофизика и так далее, и так далее. И, то есть, стал вопрос о том, чтобы вот эти разрозненные, как бы, знания, да, понять, а где же они соприкасаются друг с другом. Ну, и вот эти процессы интеграции, дифференциации, они, как бы, постоянно друг друга сменяют, и это нормально. Ну, в данном случае, вот, в 21 веке, мы все-таки находимся на этапе как раз междисциплинарности и интеграции. Ну, чтобы прокомментировать ту часть слайда, которая находится справа, это как раз она говорит о том, что процессу интеграции подвергаются сейчас не просто какие-то разрозненные дисциплины, а целые области. Потому что мы знаем, что у нас традиционно существует такое деление, как, например, науки о природе или естественной науки, да, и науки о духе или гуманитарной науки. И описывать природный мир сам по себе, да, вне преломления его через конкретного ученого, а значит, через конкретного человека, в общем-то, это невозможно. Вот, и поэтому междисциплинарный подход я, например, трактую, как в школе, совокупность, ну, таких как бы трех исторически одна из другой вытекающих и взаимосвязанных областей. Это, например, самый ранний этап был, это этап межпредметных связей, который был у нас где-то в 60-е годы 20-го века, зародился он в образовании, да, когда мы должны были обязательно, какой бы мы предмет не преподавали, а я преподавала биологию, например, 20 лет в школе, мы должны были обязательно на каждом уроке указывать, какие межпредметные связи мы реализуем по конкретной, например, биологической теме. Потом где-то к 90-м годам межпредметные связи, они как бы методологически себя, можно сказать, исчерпали, потому что процесс этот взаимопроникновения зашел так далеко, что уже возник процесс именно интеграции в образовании. Когда у нас взаимопроникают и друг другу помогают целые области. Ну вот сегодня я вам приведу примеры из своего собственного опыта, каким образом в ходе своей педагогической практики я проводила интеграцию науки и искусства на уроке биологии. Ну и немного о конвергенции, потому что этому будет посвящена через две недели отдельный мастер-класс, конвергентный подход. Вот он возник, то есть когда у нас стали очень бурно развиваться четыре так называемые высокие технологии, или их еще называют big-технологии. Вам хорошо знакомы нанотехнологии, биотехнология, информационные технологии и когнитивные технологии. И вот конвергенция частных случаев интеграции здесь базируется на концепции прогрессивной конвергенции естественных наук физики, химии, биологии и вот этих четырех высоких технологий, которые и друг без друга не могут развиваться, а еще и развиваются на базе естественных наук. Ну это вот в целом так коротко вступление к междисциплинарному подходу. Вот, не буду сегодня вас, у нас очень краткая встреча грузить, так сказать, как наши дети говорят, студенты, да, истории и философии межпредметной интеграции. Просто на слайде вы видите такие несколько таких фрагментами показанных тезисно позиции. Это и древние греки, да, с натур философии заложили основы этой межпредметной интеграции. В эпоху Возрождения, вы помните, у нас был гениальный Леонардо да Винчи, идеал универсального человека, который своей жизнью, своим творчеством и представляет из себя интегративный подход, потому что очень сложно сказать, кем же он был. Был ли он художником, был ли он инженером, механиком, изобретателем, строителем и так далее, и так далее. Вот. Ну и новое время, конечно, тоже несло в свой вклад. Если вам будет интересна эта тема, советую вам обратиться к работам, например, наших философов. Две фамилии. Это Владимир Сергеевич Соловьев и его философия «Всеединство знания» и Семен Людвигович Франк, его замечательная книга «Душа человека», которые помогли мне, в общем-то, создать вот именно философскую, методологическую базу той модели, которую я называла музыка, искусство, движение, драма, биология, потому что когда я стала знакомиться с трудами этих великих людей, то поняла, что я иду правильным путем. Ну вот, например, Соловьев, да, его концепция Софии, она предполагает в человеке, Соловьев выделял три субстанции, которые друг с другом взаимосвязаны и одна без другой существовать не могут. Это ум, дух и душа. И вот бытие духа — это благо, бытие ума — это истина, а бытие души — это красота. Ну и, соответственно, сущность духа — это воля, да, сущность ума — это представление, сущность души — это чувство. То есть вот мы, когда заходим в класс к детям, должны про это помнить, что мы не только знания им какие-то несем, да, а тем более сейчас в связи с соответствием с системно-действительным подходом роль учителя, она, в общем-то, нивелирована не до светоча знания, да, до некого тьютера, который управляет деятельностью детей, направляет их самих в поиски этого знания, но тем не менее. Вот. А у Франка в его книге «Душа человека» ну вот очень коротко позиция, которая вынесена на слайд. Франк разделял два вида знаний. Предметное знание, да, за которое отвечает чистый ум, и знание переживания. Именно это знание и формирует личность. И вот мы с вами опять-таки возвращаемся в ГОС, да, когда цель всё-таки образования — это не только и не столько передача знаний, но и формирование личности ребёнка. Существует ряд наук, которые являются сами по себе, по натуре, так сказать, по сути, по своей интегративной природой имеют. Антропология, например, целый комплекс наук о человеке, невозможно разделить биологическое, социальное, и всё это в каком соотношении находится, и изучает, и так далее. Социобиология — тоже очень интересное направление. Эдвард Осборн Уилсон его создал, наблюдая за муравьями, открыв законы развития человеческого общества, то, что вот поведение, все общественные формы поведения человека, они имеют, так сказать, природу эволюционную. По-разному можно к этому относиться. Я, например, сторонница, потому что я биолог. Ну и с энергетикой, конечно же, научной теорией о самоорганизации природе и обществе. Это тоже интегративная дисциплина. То есть интеграция, она везде сейчас. Если вы, например, захотите попробовать интеграцию использовать на каком-то своём учебном предмете, самое простое — это начать с построения кластера межпредметных понятий. В школе у нас дифференцированный подход. У нас отдельные дисциплины, и это, конечно, правильно. Отдельно у нас математика, русский язык, биология, химия, физика и так далее. Но зачастую бывает, что одни и те же понятия изучаются на разных дисциплинах, в разных темах, в разных классах. И у детей вот такие вот знания фрагментарные, они как бы существуют. А для того, чтобы это знание сделать единым, вот если вы проведёте такое занятие, да, любое. Это просто два примера, когда у нас вода изучается в разных, да, физика, химбиология, звук изучается, опять-таки, физика, биология, музыка. А если цельно представить в виде хотя бы какого-то одного занятия, понятие звук вести, да, понятие вода, понятие фигуры, понятие овал, и много их существует, то это, конечно, вот уже будет шаг к тому, чтобы создать некое целостное представление у детей. Ну, очень коротко, методология, да, то, что интеграция и дифференциация, два процесса взаимосвязанных, как я уже сказала, связаны они с общими законами познавательной деятельности, вы их видите сейчас на слайде, ну, анализы, синтез, например, да, части целые, там, элементы или система, простое и сложное, там, и так далее. Просто дело в том, что когда человек приступает к освоению какого-то некого непонятного совершенно объекта знания, понятно, что первым вступают процессы дифференциации, то есть мы анализируем, мы разделяем целое на части, каждую часть дотошно исследуем, а потом непременно должен пойти процесс синтеза, когда мы интегрируем эти знания и получаем такое новое знание совершенно. То есть интеграция, она не просто вот вширь, да, она еще и вглубь позволяет погрузиться в объект изучения. Вот, но при этом очень удивительная вещь получается. У нас опять образуется новое знание, да, но оно уже совершенно на каком-то другом уровне идет, и его опять нужно дифференцировать. И вот этот процесс, он бесконечен. Ну, закон диалектики все изучали. И еще у интеграции и дифференциации, конечно же, есть объективные и субъективные факторы существования двух этих процессов. Ну, к объективным понятно. У нас мир един, у нас природа едина, у нас человек неотделим от мозга, и мозг – это вообще целый космос. Вот, культура, фантазия, воображение – все это имеет природу интегративную и дифференцированную, и все это взаимосвязано. Но существуют еще и субъективные факторы, вот о которых очень хорошо сказал Нильс Бор, сформулировав свой принцип дополнительности. Он его сначала для физики сформулировал, да, когда ученый в какой-то момент понял, что исключительно научным подходом к решению какой-то проблемы одного научного подхода недостаточно. дополнительно включаются так называемые субъективные факторы. То есть это обязательно идет личность ученого самого, это то, что мы называем интуицией, да, и мы не можем объяснить этот феномен, так сказать, с научной точки зрения, но он существует. И очень многое в природе существует, то, что мы не можем объяснить с научной точки зрения. Но это не значит, что этого не существует. Я говорю сейчас о мифологии, я говорю о символах, я говорю о паранормальных различных явлениях, которые, ну, я думаю, у всех присутствующих сейчас наверняка имели место в их жизни. Просто наука пока еще не достигла, не нашла таких инструментов, нет таких методик, да, для того, чтобы досконально изучить вот эти ненаучные вещи. Вот. Но это все равно, ведь если мы обратимся к той же мифологии, это оттуда у нас пошло познание мира. Сначала мир, пока наука не возникла, ведь человек все равно мир познавал. Он познавал его в символах, он познавал его в образах. И опять-таки вот это ценностное, непрагматическое отношение к миру, его тоже не нужно про него забывать. И немножко совсем о психофизиологии вот этого интегративного подхода, потому что он базируется исключительно на нашем мозге, на особенностях его строения. Я говорю об асимметрии полушария. А почему говорю? Потому что все, весь процесс школьного обучения практически, какие бы технологии ни придумывали, что бы ни придумывали, тем не менее он основан на обращении к левому полушарию. Логика, речь, конкретное мышление, математические вычисления и так далее, и так далее. Чтение письма. Учитель говорит, дети слушают, левое полушарие работает, дети пишут, левое полушарие работает, отвечают на вопрос и так далее. А правое полушарие, оно ведь тоже должно развиваться. Асимметрия полушария формируется где-то к пяти годам у ребенка. И если после пяти лет оба этих полушария остаются равнозначным, ставится диагноз, соответствующий ребенку, как умственно неполноценный. То есть асимметрия — это тождественно разуму человека. И что такое правое полушарие? Правое полушарие — это эмоции, это инсайт, это озарение, это целостное восприятие объектов. И когда мы опять-таки идем в школу, на этом слайде по Ивану Петровичу Павлову хорошо знакомые вам вещи, левое полушарие, правое полушарие, какие стимулы лучше воспринимаются, какие задачи лучше решаются, особенности процесса восприятия тоже разные, нужно не забывать про право полушарных, так сказать, детей, потому что у них включается мышление, запускается процесс мышления немножечко по-другому. Они, правополушарные дети, нуждаются как раз в музыкальном фоне на уроках, в каких-то творческих заданиях, в контексте, то есть из какой-то изюминки такой. Я не говорю о том, что у нас все уроки должны быть такие, вот, да, там совсем там, нет, но и на каждом уроке про это надо помнить, да, включая какие-то элементы деятельности детей, другие, нежели чтение книги или там решение задачи. И обязательно, ну, хотя бы один раз там в тему или один раз, я не знаю, в четверть, да, подарить им такое необычное занятие, которое бы и мотивацию их повысило учебную, они бы другими глазами совершенно посмотрели на какие-то предметы или темы, которые кажутся им скучными. То есть мы говорим о том, что, вот, что такое человек, да, ну, часть вот полагает, что смысл существования человека исключительно заключается в интеллектуальной познавательной деятельности, да, и разум превалирует. Ну, и меньшая вторая половина полагает, что и про чувства и эмоции не надо забывать, потому что человек — это эмоционально-социальное существо. И мы помним о том, что не случайно, когда у нас пошло обновление в ГОС в 21-м году, то в универсальное учебное действие у нас вошло понятие эмоций. И к регулятивным универсальным учебным действиям это тоже отнесли, да, и не забыли, и эмоциональный интеллект туда тоже включили, ну, потому что это вот требование времени. То есть что такое интегративный подход, если коротко? Ну, разные есть трактовки его, да, ну, вот мне ближе та, которая сейчас на слайд выведена, то, что целостное рассмотрение изучаемых проблем целостное, вот целиком, для того, чтобы способы познания и деятельности на определённой основе, конечно, осуществлялись, да, и реализовать, в принципе, принцип интеграции можно, извините за тавтологию, на практически в любом компоненте педагогического процесса. Очень коротко, совсем про эмоции и мышление. Огромное количество трудов на эту тему, и не только психологов, и начиная с древних греков, которые уже тогда догадывались, что эмоции энергетизируют мышление, и мышление Аристотель называл умственным наслаждением. И это, конечно же, в Готске единство аффекта и интеллекта в образовательном процессе должно происходить. Это, конечно же, исследования психологов, которые говорят о том, что эмоции по-разному влияют на мыслительные процессы. Например, эмоции грусти, они стимулируют дедуктивное мышление, а вот эмоции радости, наоборот, индуктивное мышление. И эмоции счастья очень часто связаны с творчеством. И Хильми Генрих Францевич и его знаменитая книга «Поэзия в науке». Вот он, 80 страниц текста. Вот найдите её в интернете. Она сейчас, у нас же всё выложено в интернете, хоть это нарушение авторских прав. «Поэзия в науке». «Информация без эмоций мертва». И мы помним о том, что ведь не даром, наверное, первые учёные, начиная, ну даже, Разен Дарвин не первый учёный, но, тем не менее, у него все его произведения излагались стихотворным языком. И Михаил Васильевич Ломоносов, его большинство научных трактатов изложено, конечно, таким тяжёлым шестистопным ямбом, но это поэтический язык был. Эмоции энергетизируют восприятие мышления. И вот последнее, да, у нас уже есть понятие и эмоционального интеллекта тоже. И вот эта интегративная модель, которую я, так сказать, в школе, ну как бы, интуитивно создала, да, потом через 20 лет подвела под это методическую, методологическую базу и написала диссертационное исследование, она как раз на этом основывалась. То, что на уроках мы не только развиваем интеллектуальную сферу детей, да, интеллектуальную, то есть апеллируем к разуму, но при этом нужно помнить и про чувства эмоций детей, и в нужное время на определенном этапе урока с четко заданной педагогической целью это должно выстреливать. Я бы делала для себя вот пять вот таких вот ключевых для меня позиций, да, в эмоциональной сфере. Это, конечно же, личностный смысл, в первую очередь. Это положительный эмоциональный фон, мы помним, да, что он энергетизирует мышление. Вот, это удивление, переживание и в чувствовании. И вот очень-очень коротко, буквально пробежимся, да, что удивление — это, в первую очередь, категория, которая повышает вот познавательный интерес, да, мотивацию. А переживание, оно помогает осознавать вот это предметное знание. Ну а в чувствовании помогает присвоить это предметное знание после того, как оно было пережито. Личностный смысл. Все хорошо знают, у нас личностно-ориентированное обучение, это там, даже не буду сейчас на это тратить время, да. То есть это как бы такое, пока ребенок не поймет, что ему, да, это очень важно конкретно ему, чаще всего, как мы говорим, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Особенно, когда он покинул ваши предметы и пошел дальше по расписанию остальные предметы изучать. Вот, поэтому здесь вот это вот значение для меня, про него всегда нужно помнить. Удивление интересная категория, она, это не стойкая такая категория, да, она очень быстро может перейти в какую-то другую эмоцию, потому что если какая-то, оно, конечно, возникает, когда ребенок сталкивается с неожиданной ситуацией, если она кажется опасной, то она перейдет в испуг. Вот, если она кажется безопасной, то перейдет в интерес. Вот, а если она окажется приятной, то перейдет в радость. Вот этот момент как раз нам и надо учитывать, да, и вот таким образом выстраивать вот это вот удивительное удивление на учебном занятии для того, чтобы потом все пошло хорошо. Вот, ну за это время вы уже посмотрели на слайде справа, что удивление – это прямо действительно категория философская, да, не только педагогическая. Вот, переживание здесь как раз в Игодске, да, то, что это единство, аффекты, интеллекта – это особая форма невербального знания. То есть вот эмоции и смысл. Вот когда мы умеем выстроить таким образом вот эту вот, да, вилочку, чтобы не просто эмоции, а с каким-то смыслом, то содержание будет усваиваться легче ребенка. И в чувствовании вот здесь как бы тождественно я рассматриваю как внутреннее. То есть если мы говорим о том, что обращаясь к конкретному предмету биологии, да, то вот я этот прием использую, что когда мы изучаем какие-то несимпатичные объекты, вот они нам не нравятся, а нам надо их изучать. У нас в биологии не только там бабочки, да, и цветочки красивые. У нас там есть еще гельминты, у нас там есть еще пауки, змеи. А страх к этим животным, он генетически закреплен и уходит корнями в глубокоисторическое прошлое, поэтому не зря дети их боятся. Но у нас, мы должны их изучать, потому что все живые существа, которые в биосфере существуют, да, вот они все имеют право жить. И я тогда перевожу с позиции на я. Просто прошу детей написать по желанию, в качестве домашнего задания, какой-нибудь монолог. Например, вот лица, я пиявка, там, да, или там, я там скорпиониха, да, или я и так далее. Вот кажется глупым, на самом деле, для того, чтобы короткий вот монолог написать небольшой, ребенок должен погрузиться сначала, изучить все точно, с точностью, прочитать. Но не с того, что открыть текст в учебнике, там, да, и от сих до сих, а пойти туда не знаю куда, найти какую-нибудь интересную информацию, трансформировать его в монолог, да, и потом еще его представить. И это настолько хорошо получалось, и детям это нравилось, что потом вот все вот эти сценки небольшие, они уже начали сами собой складываться в спектакли, вот, те самые, которые, их просто оставалось соединить в сюжетной линии, и мы с удовольствием с детьми все это представляли на сцене. То есть здесь уже там театрализация пошла, но об этом вообще отдельно. То есть, вот если коротко подвести, да, что же можно использовать на предметах, обычных школьных, да, какие вещи из области искусства, потому что литература – это тоже вид искусства, можно использовать мифы, загадки, сказки, пословицы, поговорки, все что угодно. Значит, сама литературная проза и поэзия, изобразительное, музыкальное, театральное искусство. И в виде разных, как бы, методических приемов, на разных этапах занятия, которые вы сейчас видите, коротко вот перечислены, и предлагаю вам теперь вот просто перейти к примерам и посмотреть, как это, в общем-то, работает. Ну, литература. То, что литература у нас – это мета-предмет, это все давно знают. То есть все у нас начинается с… именно на какой бы мы предмет ни пришли, мы в любом случае обращаемся к тексту вообще. Но когда мы… Вот у Конрада позволила себе вот такую цитату, да, он говорит о том, что художественное словесное творчество, оно не может обойтись без языка понятий и символов. И вот если ключевое вычислить, да, что ведь понятие само, даже научное понятие, не нужно, когда мы его вот вводим детям, это очень сложно выделить это ключевое понятие, да, в каждой теме, и еще и выстроить так работу детей, чтобы они это понятие усвоили. Поэтому здесь мы можем обратиться именно к литературной прозе и поэзии и попробовать, потому что вот сам язык литературный в науке мы приобретаем не только именно логическим путем, через разум, да, но и через душу. Самое главное здесь, ведь все художественные тексты, они очень сильно нагружены и ценносно-ориентированы. Ну, герменевтику, если мы с вами вспомним, да, наука о толковании текстов. Ведь она говорит о том, что Лев Николаевич Толстой, например, он написал ведь не один роман «Война и мир». Он написал столько этих романов, сколько людей прочитает. Каждый текст человек пропускает через себя и выделяет в нем, видит в нем то, что ему близко. И когда это используют, то есть я говорю сейчас о контекстном прочтении, о контекстном прочтении художественных текстов. И если это использовать, то это, в общем-то, очень хорошо. Но чуть-чуть вот прежде, чем мы к примерам перейдем, еще вот пара цитат. Здесь вы видите известных литераторов, да, гениев пера, но мало кто знает, что так или иначе все они имели отношение к науке. Ну, вот простой пример приведу с Бальзаком. Достоверно доказано сейчас, что он первым открыл гормоны. Ну, мы знаем, что такое гормоны, да, биологически активные вещества, которые у нас очень сильно меняют функции нашего организма. Человек становится или агрессивным, или там, ну, масса с ним всяких вещей происходит физиологических. Бальзак не назвал их гормоны, но он догадался о том, что человеческий организм выделяет какие-то такие вещества, которые очень сильно его меняют, его характер, например. Вот. И так далее я могу продолжать. А почему? А потому что в то время, когда они жили, было очень модно заниматься науком. Это был всплеск естественных наук. Была эпоха великих географических открытий. Вообще масса там привозилась в Европу растений, животных, люди открывали новые земли. И каждой было модным быть естественным испытателем. И тот или иной ученый, он внес свой вклад. Вот почему бы не использовать их тексты, опять-таки, да, с четко заданной целью. То есть, когда у нас тема кажется детям, например, скучной, в кавычках, да, или она очень сложная, и ее нужно как-то по-другому зайти, чтобы дети ее подняли. Заодно и, конечно же, ну, скажу по секрету, главным-то для меня было приобщить детей к чтению. То есть вот как бы особенно сейчас это очень актуально. Я не говорю, что дети не читают все. Ну, по роду деятельности приходится с разными возрастами детьми встречаться в том числе, да. Иногда удивляешься, шестиклассники, какие вещи читают и знают. Вот. Но все-таки, чтобы хотя бы на, пусть даже на уроке биологии, они обратились к художественному тексту и, возможно, захотели бы дальше и прочитать. Ну, вот пословица поговорки, самое простое, да, казалось бы. А ведь это кладезь. Кладезь народной мудрости. И их я не просто там в качестве эпиграфа, в качестве названий интегрированных учебных занятий. Ну, например, корень учения горьк, но плод его сладок. Так называется у меня занятие о физиологии вкуса. Например. Или же сытой брюхо на учении глухо. Вот урок о физиологии голода и сытости полностью выстроен на пословицах и поговорках из словаря Владимира Ивановича Даля. Заранее, за две недели до этого занятия детям, ну, они были разделены на группы, там, голод, сытость, аппетит. И все получили одинаковое количество 80 пословиц, которые я, конечно, выбрала сама заранее словаря. Но их задача была проанализировать и выбрать те пословицы, которые вот чётко говорят о том, что вот здесь народ сказал про глюкостатическую гипотезу возникновения голода. Или про термостатическую гипотезу возникновения сытости. Ну, вот сейчас вам кажется, может быть, это несколько сумбурным, на самом деле. Всё прекрасно подбирали, и потом вот это занятие, оно всё было выстроено именно вот на этом. Или самое простое, вот небольшие бывают, да, вот раки, вот ракообразные мы изучаем, можно просто там, да, по книжке там раки, вот у них там клешни, вот там у них конечности пять пар и так далее. А можно просто попросить детей заранее, чтобы они подобрали к уроку о раках разные пословицы, поговорки, возможно, стихи и так далее, да. И вот анализирую их, ну вот простое. Ехал грека через греку, видит грека в речке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку ца. Вот казалось бы, что тут... Я бы сейчас апеллировала, конечно, к аудитории, у нас просто очень маленький час, да, что можно здесь биологического о раке узнать. А вот вы вдумайтесь. Вот он ехал через реку, где водятся раки, да. То, что он увидел рака, значит, вода была чистая, а раки водятся в чистой прозрачной воде. И когда он эту руку сунул, да, и сказал, цап, чем? У рака есть клешня. И так далее. Там, когда рак на горе свистнет, там красный, как варёный рак, и вот из всего и всего этого то же самое учебное содержание, которое в учебнике по биологии было по поводу раков, только совершенно другим способом мы можем это изучать. А вот все обложки хорошо известных вам литературных произведений наших русских писателей, да, советских, и не только, а Трик Зюзкин здесь как исключение. Да, ещё Вальтер Скотт. Вот, все эти произведения так или иначе вошли в разные-разные уроки. Ну, например, парфюмер Патрик Зюзкин полностью выстроен урок об обонянии. Называется «Я обоняю, следовательно, я существую» именно на этом романе. То есть мы альфакторную нашу чувствительность, да, обонятельную, вот постигли путём анализа этого романа. Я, конечно, понимаю, он страшный, да, страшноватый, но самое главное – правильно выбрать те моменты, те фрагменты, да, которые именно помогают изучить физиологию обоняния. Ричард Львиной Сердца и вообще Вальтер Скотт – это великолепная иллюстрация, описание людей разного типа телосложения. Вот есть урок такой у меня, называется «Конституция – основной закон телосложения». То есть люди у нас бывают там пикники, там церебральный тип бывают, атлетический и так далее. И у Скотта настолько здорово, вот прям найти можно кусочки описания. И дети тоже так же по группам, да, и я им предлагаю несколько отрывков, причём не только из Вальтер Скотта, из разных других произведений, описание людей. Предлагаю иллюстрации, репродукции разные, там тоже так же, да, и вот они должны сопоставить. То есть как бы вот им задача найти астенический тип телосложения. И вот таким образом происходит работа. Ну, про поэзию мы уже говорили в науке, да, я уже сказала, что вот Хильме, научная поэзия не украшательство и не перевод представлений науки на другой, более доступный язык. Дополнение научных представлений такой информации, которая непередаваема только логическими средствами, но доступна и образному мышлению. Ну, здесь с поэзией вообще целая прям кладезь можно и с точки зрения психофизиологии тоже погрузиться, потому что если мы, нам кажется, вот мы там разные виды стопы, струфы там, да, но здесь ещё ведь и не просто так всё это выстроено и пишут, это всё связано с физиологией передачи информации мозг. Ну, например, вот мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. После каждой строфы, когда берётся вдох, да, ну, как бы 0,3 секунды, вот ровно столько нужно мозгу, чтобы перегрузить, вот поступила информация у нас, да, и у нас с нижней зоной уходит в кору. Ну, и так далее. Можно, естественно, тут сразу и учителя творчества, почему, если велики, можно, почему бы учителю нельзя, и целый фрагмент уроков иногда уходит. Вот та самая концепция удивления, да, когда мы сначала там начинаем урок, там заходим, вот у нас урок такой, а цель у нас такая, или как это повгоз, но дети сформулируйте мне цель урока, как вы думаете. Можно просто так открыть дверь, зайти в класс и сказать. Итак, продолжим урок. И как обычно, точно срок. Чтобы не испытывать терпения, определяю сразу цель. Займёмся с вами обобщением прошедшей темы, а теперь мы разберём проблему века. Напомню, может, вы забыли, происхождение человека, недавно происходили, и так далее. То есть вот, и там 12 минут текста учителя, где не просто такой текст, там пропуски есть. И дети, уже проснувшись после физкультуры, математики и всего остального, они уже невольно начинают добавлять рифму, да, и мы плавно-плавно, вот так вот, раз-раз-раз, и происхождение человека мы уже и прошли. И, конечно же, это тоже стимулирует детей, потому что обязательно в классе потом появляются поэты. Их бывает немного, но они бывают. Я прошла за свою жизнь одну школу, где 10 лет проработала, и вторую школу, где 9 лет проработала, и потом уехала писать диссертацию. И там, и там одинаково это срабатывало. Обязательно находятся поэты, которые великолепные вещи начинают писать. Чаще всего я задавала в стихотворной форме, когда вот такие, ну, не то что скучные, а изобилующие терминами, у нас же биология, ну, или все у нас предметы, да, этим грешат, много бывает за урок терминов, а уж строение цветка этим особенно отличается. И когда им даёшь на домашнее задание, говоришь, ну, напишите стихотворение, чтобы вот всё там было про строение цветка, но чтобы это легко запомнилось и было красиво. Ну, то вот такие перлы, я не буду сейчас зачитывать, они и появляются. Изобразительное искусство – это ещё любовь, так сказать, да, и, казалось бы, где тут биология и где тут изобразительное искусство, но на самом деле точек пересечения очень-очень много. Ещё позволю себе, да, напомнить, что у нас два вида существуют, два способа познания – это наука и искусство, познание мира окружающего. Вот про первый мы в школе помним, про второй мы как-то не всегда помним, ну, и кому-то это не надо. Я не говорю, что модель, которую я вам представляю, вот прям каждый сейчас возьмёт и пойдёт. Но на основу с многолетним опыти могу сказать, такие учителя и есть, и немало, которых это действительно вдохновляет и по-другому начинают относиться к предмету своему. Наука чётко, системно выработанное, организованное знание о мире, но она постоянно взаимодействует с другими видами познания мира. И искусство, вот оно, отражение действительности, но субъективное и объективное, и всё это вместе. Или какие-то события, да, которые мы даём обязательно эмоциональную какую-то оценку. И Рунин ещё писал о том, что пограничная полоса очень такая трудная, да, где вот у нас с одной стороны мир научных понятий, а с другой стороны мир художественных образов. И вот если на стыке у нас что-то возникает, да, то это просто отлично, здорово и прекрасно, великолепно, потому что помогает позднять, понять окружающий мир не только разумом, да, но и через душу тоже. Пропущу у вас время уже эти цитаты тоже, да, но Гачев-Гачев, мой любимый Гачев, и его великолепное «Естествознание глазами гуманитария или образа в науке». От души советую вам эту книгу прочитать, которая когда-то была в издательстве «Просвещение» издана. Ну, этого философа уже с нами нет, я думаю, что Ран достаточно умер, и так трагически, вот, но тем не менее у него великолепные, вот когда его мысли-образы, вот он вводит понятие «мысли-образ», то, что мысль-волна или мысль-частица всё-таки, и считает, полагает, что вот именно целый, вот когда мы, если мы хотим мир понять целиком, да, то и человек-то должен быть целостный, который может сочетать вот этот научный подход, аналитический, дискретный, да, дифференцирующий, с художественным образом. У нас левое, да, и правое полушария, вот, должны соединиться. А где я использовала, использую символ занятия, может быть, вот как то ружьё, которое выстрелить должно там, да, обязательно. То есть не обязательно это прям всё занятие. Ну вот я уже говорила сегодня о физиологии голода и сытости, да, сытой брюхо, научении глухо. У нас был символ этого занятия. Это была картина Василия Перова «Чаепитие в мытищах близ Москвы». Она просто, эта картина была и была, а потом, когда у нас половина занятия прошла, и нужно было сделать такую паузу, как бы, да, детей немножечко. Отплечь их, такая работа творческая. Я спросила, как вы думаете, почему вот эта картина символ нашего занятия сегодня? Вот, или, например, занятие о коже. Символом была картина Тропинина «Кружевница». Просто вот она находилась, потому что настолько художник, у него была такая особая техника грунтовки холста, благодаря которому у него вот охра ложилась и давала вот именно такой тёплый-тёплый цвет кожи, который мало кто из художников удалось передать. Вот, и у неё прямо светится аж. То есть у нас же кожа важный орган, да, от её чистоты, здоровья всего человека зависит. И она вот тоже была как просто символом. То есть мы просто, ну, как бы усиливаем вот эмоциональное восприятие материала. Можно главным объектом, чтобы картина была. И таких у меня несколько серий есть занятий по картинам Виктора Михайловича Васнецова. Мы изучали птиц по его картинам. Вот ласточку деревенскую или косатку мы изучали по картине «Алёнушка». А сов болотных мы изучали по картине «Ковёр самолёт». Ну, это особый вид таких занятий, да. Как правило, дети, естественно, там мы к этому занятию, учителя, конечно, есть подготовка определённая. Но на самом занятии, да, мы выделяем некое противоречие вот в картине или загадку, или тайну, которую художник до нас донёс. Потому что, ну, вот, например, Виктор Михайлович Васнецов «Алёнушка» – это любимая моя картина, одна из любимых. Это было первое произведение, которое показало тончайшую взаимосвязь между состоянием человека внутренним и окружающим его, окружающей его природой. И вот для того, чтобы эту загадку, так сказать, там, понимаете, там ласточки весёлые, по натуре птицы весёлые, ласточки, там ласточки есть. Вот. А картина грустная. И вот почему вот, и начинается вот этот поиск, да, я предлагаю детям разделиться на группы. Естественно, это экологи, потому что здесь изображена всё-таки природа, да, нужно понять, какие там биоцинозы, какие растения входят, и какое там время года и так далее. Конечно же, это орнитологи, потому что там ласточки, и не просто так. То есть детям выдаются кейсы, папочки, в которых репродукции, и не только окончательного варианта, но и эскизов, которые делал художник этой картине. И идут тексты небольшие там, да, в помощь, но идут вопросы для решения этого кейса. И следующая группа живописцы, конечно же, потому что нужно понять про это полотно всё, и психологи. Потому что здесь человеческая фигура. И настолько это интересно получается. И вот таким же, по этой же технологии, ковёр-самолёт, вот так и называется этот урок, когда мы через, вот, вошли в картину, да, здесь тоже много загадки и противоречит тоже. Вот не буду говорить, какое, хотите, можете подумать на досуге. И о Воснецове, если говорить, Баба-Яга его знаменитая, там, сорока-воровка называется урок, потому что там Баба-Яга, вот этот, дремучий лес, и сорока там, который вообще не должно быть дремучим лесом, если знать биологию этой птицы. Или же Витязь на распутье, или у камня называется. Да, там ворона чёрная, их тоже три. Один там сидит на камне, другой взлетает, а третий летит. И поиск вот этот вот, ну, научный, да, детский, помогает не только о вороне чёрном, и не столько. Вообще многое узнать и о живописи, и о мифологии, и так далее. Вот, может быть, иллюстрации, как я уже сказала, очень часто используются. Вот в качестве примера, например, у нас есть, в начале было чувство, называется занятие интегрированное учебное, когда мы изучаем эмоции, но мы их изучаем по картинам Василия Перова. У него был цикл, он назывался «Чудаки». И вот каждая картина в этом цикле, она очень хорошо передаёт, причём каждый человек занимается на хобби, да, вот сейчас это называется. И работая с этими картинами, естественно, перед этим погрузившись в науку, в научное понятие эмоций, какие они бывают, какие системы головного мозга отвечают за эмоции, там, лимбические, и так далее, и так далее. Вот, но ещё и сюжетно, вот, часть занятий была посвящена, ну, например, вот его знаменитая картина, не только «Чудаки», конечно, в занятии использовались, но и другие картины тоже, «Приезд гувернантки в купеческий дом». Вот дети получают матрицы эмоций по злобину, да, и матрицы эмоций по изорду, и пытаются сопоставить и каждую фигуру вот описать. То есть вот, ну, это когда мы используем в качестве иллюстрации. Всё, до свидания, спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.